Какие лампы будут использоваться, кто владеет информацией освещения дорожной сети? Давайте я тут расскажу, пожалуйста. Светильники стоят, у них дороги удобные. То, что касается освещения автомобильных дорог, все опоры выставлены. Светильники светодиодные, но в общем, стоят. 100% переподключено, то есть освещение уже в дороге работает. Строится установительно только декоративное освещение, акопарковая зона. Ну, то есть освещения будет хватать для того, чтобы освещать дорогу. У нас много бывает ситуаций, установка идет ламп, и, соответственно, либо темно, либо, значит, не хватает освещения. Это все рассчитано. Присходя из этого, да, то есть увеличили количество опоры, то есть помимо тех, которые мы ставим вместо старых, это количество из-под остатки, то есть мы вместо них ставим много. Мы дополнительно поставили освещение в районе больницы, в железной дороге, там у вас проблемы с освещением. Хорошо. Те опоры, которые старые, они убираются, демонтируются, да, еще что с ними. Ну и процентом проводится, если они, можно их в дальнейшем использовать, будем использовать. Значит, для всех касается, и для ДРСУ, и для сферы культура проведения, значит, ремонтных работов должна соблюдаться. Я понимаю о том, что нужно дорабатывать вопрос организации дорожного движения. Есть ли у нас кто-то с ГИБДД? Нет. Потому что то, что сейчас Александр Александрович сказал, руководитель ДРСУ, во-первых, необходимо к следующему совещанию выездного подготовить график производства работ таким образом, как мы говорили, чтобы вот эта стыковка была правильной. То есть имеется в виду, с одной стороны идет благоустройство, с одной и с другой стороны на каком-то квартале, да, идет ремонт дороги. Но ремонт дороги должен тоже по каким-то кварталам идти, чтобы людям довести информацию о том, что как двигается транспорт. Организация дорожного движения, Олег Викторович, Сергей Михайлович, не отвлекайтесь. Организация дорожного движения здесь должна тоже быть. Тут получается делать свое благоустройство и дороги. Сейчас мы одновременно все, все как службы выйдут, и дорожные, и благоустройство. У нас здесь не проедешь по улице. Поэтому попрошу, значит, до следующей недели, до среды, это нужно сейчас уже вам работать, но в среду мне уже дать, значит, решение по именно организации ремонта с учетом организации дорожного движения. Чтобы у нас здесь не было, ну, пробки они никуда не денешься будут, но по крайней мере это должно быть по участкам сделано. Ну, мы схему в любом случае разработали, у нас практика есть ограничение движения, где производство ремонта с учетом организации дорожного движения. Сергей Михайлович, ну, уже работы начались, эта схема уже должна быть.